Здравствуйте, дорогие друзья, скептики и просто мимо проходящие. Сегодня будет необычное видео, а необычное оно потому, что это будет интервью. И интервью я возьму сегодня у участницы 16 сезона Битвы экстрасенсов. Это тот сезон, который идет именно сейчас по телевизору. Встречайте, Росса Воронова. Привет, Росса! Здравствуйте! Не секрет, что ты участвуешь вместе с мамой в этой передаче. Я бы хотел задать вопрос по поводу последнего выпуска, где ушел Пахом. Как известно, он ушел вместо... вообще должны были уйти вы с мамой, как две участницы. В тандеме вы выступаете, да, два в одном. Пахом согласился уйти вместо вас. И тебе не показалось это решение таким, ну, таким, скажем так, или пиар-ходом, или каким-то явно заранее спланированным? То есть это не было что-то такое спонтанное, хотя устроители шоу, вероятно, хотят убедить зрителя, что это так. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, вообще, на самом деле, мы с мамой не думали, что нас уберут в этой серии, потому что все предыдущие испытания мы приходили достаточно хорошо, не так, как показывают. Вот. И мы думали, что нас поддержат несколько подольше. И когда мы увидели фото в черном конверте, мы, в принципе, на самом деле не были расстроены. Мы сказали, что мы обе рады уйти, потому что маме нужно на работу, маме нужно с братом возиться, мне нужно на учебу идти, поэтому, в общем-то, проблем нет особых. Плюс тогда уже настрой был не тот, потому что мы увидели несколько серий, мы поняли, что нас показывают плохо, что постоянно какой-то негатив в наш адрес идет, и мы уже сами были не против того, чтобы уйти. Вот. И в итоге, как только достойду этот конверт, Пахом говорит, что он принял решение уйти за нас, то есть мы не просили, не умоляли, мы не плакали, так, как там показали. И уже после того, как Пахом сказал, что он уйдет, я после этого проследилась, в итоге сделали монтаж и показали, как будто я плачу после того, как достает черный конверт. И якобы Пахом отдает нам место, потому что я его разжалобила и так далее. Я лично считаю, что уход Пахома на самом деле пиар-ход, причем для него очень хороший. Он полностью отмыл свою репутацию, это зеленого слоника, голова там, зеленый слоник и другие его роли бомжей, алкоголиков, насильников и так далее. Вот. Теперь он добрый дедушка, хотя он не намного старше моей мамы, ему всего 49. Вот. Теперь все его любят, считают его буквально феей в мужском обличии. Вот. И, естественно, этот уход для него просто нереально крутой. Это очень хороший пиар-ход. Но я его лично не... Как другой участник я его понимаю, потому что это реально здорово. Но как человек я этого не понимаю и мне это неприятно. Потому что, да, себя он отмыл, себе он сделал хорошо, но зато мы в полной жопе, честно говоря. Ну да, на самом деле теперь почему-то, наверное, многие, ну или некоторые думают, что ушел он из-за вас. Хотя на самом деле, мне кажется, что все это было изначально спланировано. Как ты считаешь? Да, я тоже уверена, что это изначально спланировано, потому что все-таки он в первую очередь актер. И он приходил именно пропиариться на битву изначально. Он не хочет ни людям помогать, ничего в этом духе. Поэтому он не ведет приемов. И ему смысла нет идти до финала, если он все равно не будет потом этим заниматься. То есть пиар он себе сделал. Зачем ему еще что-то? Ну да, понятно. Просто я думаю, все должны понимать, что Пахом это не какой-то еродивый экстрасенс, хотя он так себя называет. А это на самом деле зеленый слоник. Ну я, кстати, сказал, что неплохой актер, потому что я смотрела «Зеленого слоника», смотрела «Голову», другие его роли. Как ты это выдержала? Мне было интересно, на самом деле. И я была о нем не очень хорошего мнения. И из-за роли, и из-за того, как он играет. Но здесь он действительно очень хорошо отыграл свою роль, раз ему поверило такое количество людей. Хотя это странные люди, которые верят всему, что видят на экране. Хорошо, мы сейчас еще об этом поговорим вообще, о том, что там происходит, о монтаже и так далее. Но я бы хотел начать с самого начала, вот именно с того раза, когда вы оказались на передаче. Что этому предшествовало? Вы проходили какой-то кастинг, так, предварительно? Да. Был предварительный кастинг. Нас позвали на него вообще совершенно случайно, мне кажется. Мы проходили два каких-то испытания, я сейчас даже точно не помню, какие. И после этого нас пригласили уже на ширму, которую показывают в эфире. То есть до эфира еще есть кастинг. Я думаю, что этот кастинг как раз самый главный, потому что именно там смотрят образы, смотрят умение говорить. Ну, что еще нужно в кадре, естественно. Вот. И ширма, мистер Х, багажник уже сделаны, так сказать, для отвода глаз. И уже заранее практически точно известно, кто попадет в проект. Ну, может быть, там выбрано 30 человек, 20 человек, а попадает 12, допустим. И они просто по ходу уже смотрят, кто раскрывается, кто оказывается пустым, кто интересен, кто неинтересен. Вот. Я, честно говоря, вообще не хотела участвовать, но в итоге мама мне просто предложила, и я согласилась, потому что это интересный новый опыт. Я вообще никогда нигде не снималась, и я очень хотела стать журналистом, и мне интересно, в общем-то, посмотреть было, как все это происходит, как проходит съемочный процесс. И чем больше я снималась, тем больше я понимала, что я хочу за кадром оказаться, что я хочу участвовать в съемках, но не в качестве домактрисы, не в качестве экстрасенсы, не в качестве испытуемого. Я хочу быть вне кадра. Но, тем не менее, после кастинга мы пошли на ширму, на багажник, на Мистер Икс, и даже не знаю, что подробнее о них рассказать конкретно. Да, вот начнем с ширмы. Когда люди туда попадают, там где-то несколько сотен человек. Сколько примерно людей вообще? Каждый раз бывает разное количество. Несколько лет назад было много, в этот раз пускали только тех, кто проходил предварительные кастинги, там было то ли 200 человек, то ли 250, то есть не очень много, плюс не все, кто заявлялся, не все приехали. Но зато были люди, которые со стороны пришли, там, допустим, фанатки битвы, они просто знают, где каждый год проходят это испытание, и они приходят смотреть на экстрасенсов. Ну, понятно, ну, 200-250 человек все равно немало. А вот те, как ты считаешь, с самого начала выбрали, как ты говоришь, ширмы это для отвода глаз, скажи, пожалуйста, а их как, их в самом начале, получается, подвергали этому испытанию, ну, мнимому испытанию, если так? В смысле подвергали? Ну, все ли участвовали, все ли принимали участие? Нет, вот люди приходят, там, садятся в этот зал, там такой какой-то концертный зал или театр, стоит ширма на сцене, и по очереди там вызывают для съемок. Да, 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 по списку. Вот, по очереди, по списку, так? Да. То есть есть какой-то заранее список известный? Ну, вообще список как бы всех участников, но обычно ближе к началу пропускают тех, кто, скорее всего, попадет дальше, и уже в конце идут те, кто, ну, вообще никак не интересен, у людей, за них хватает терпения, они вообще не проходят. Вот. То есть в начале идут те, кого, скорее всего, можно... Не прям так сразу, там один участник, второй участник, третий участник, но там, допустим, в первые сотни точно все пройдут, кто вот заявлен, там, в первые 50 человек, то есть они никогда не ждут супердолго. Ну да, понятно. Я думаю, что просто проблема с организацией всегда огромная на вот этих кастингах, в итоге даже пришлось в этот раз сменить место съемок, внезапно поехали вообще в театр, вот, и в итоге просто сами съемки даже вот этой ширмы затягиваются, начинаются там сборы, допустим, в 11, и начало съемок самой ширмы было в 6, наверное. Вот, то есть, естественно, пока еще часто сидишь там у этой ширмы, потом пока вызывают, уже все равно поздно получается. Да, я знаю, что некоторые в 2 часа ночи только оттуда вышли, потому что... Но 2 часа ночи это, кстати, еще не очень было. Да, ну, в общем, с утра на первом там автобусе или в метро поехали уже. Да, так, как-то случилось в 6 и ждут прямо там, потому что транспорта нет, естественно, никакого. Да, я почему знаю, потому что я в этот раз туда своего человека послал. Да, но я не буду пока скрывать его личность, посмотрим, как дальше будут развиваться события, поэтому мне кое-что известно насчет того, что было на ширме. А вот ты говоришь, что в этот раз было так, в тот раз так, то есть, ты уже знаешь о том, что происходило раньше, а почему? Я просто... Моя мама снималась в другом шоу «Черно-белый» на первом канале, и за счет этого она начала общаться с людьми из круга экстрасенсов, и, соответственно, мне тоже приходилось с ними общаться, и многие из них ходили на кастинг-битве раньше, и, в общем-то, более-неболее они рассказывали о том, что там происходило, поэтому я вот так не понаслышке знаю, что там было, как там было, и отчасти ты пришла уже подготовленная, да, на ширму, потому что представлялась и бич, что меня ждет, ну, вот именно на ширме. А вот когда вы были на ширме, вы уже знали, что вы пройдете дальше, или вы только... вам только через пару дней позвонили? Нет, даже позвонили позже, чем через пару дней, причем я на ширму совершенно не хотела идти, в итоге после того, как закончилась ширма, после того, как мы приехали домой, я каждый день просыпалась с мыслью, что позвонят мне или нет, проверяла сообщения, проверяла почту, проверяла пропущенные вызовы, я безумно хотела попасть на самом деле, когда мне позвонили и сказали, что я прошла на багажник, у меня вообще истерика была, такой счастливой, как в тот момент, я себя, наверное, никогда не чувствовала, но вот на самом деле это непередаваемые ощущения были, я не знала до последнего, и про мистер Икс не знала, и про дальнейшее прохождение тоже, и первый раз, когда вылеты снимались, я искренне волновалась насчет того, пройду я дальше или нет, потом уже эта эйфория прошла. А второе испытание, оно шло сколько, вот именно сами съемки тебе известно? В багажниках? Да, в общем, все участники. Ну, насколько я знаю, двое суток, то есть это снималось, естественно, не один день, два дня, я думаю, что может быть даже три, потому что есть участники, которые вообще очень редко с нами проходят испытания, может быть, они проходили отдельно, потому что все-таки участников на багажнике еще было много. А сколько примерно было участников на багажнике? Ну, обычно на багажник отбирают около 30 человек, но это, насколько мне известно, я не знаю достоверно, потому что в эфире, опять же, показывают не всех, и не совсем я встречаюсь. Там какие-то в группе, связанной с битвой, выкладывали фотографии, что успели засечь экстрасенсов на месте встречи, то есть я знаю там еще, примерно тех, кого я видела, кого я знаю, было еще там человек пять, допустим, вот, плюс еще кто-то попал в эфир. Ну, понятно, да, где-то порядка 30 человек, в принципе, так я и считал примерно. Вот скажи, пожалуйста, известны случаи по предыдущим сезонам этой битвы экстрасенсов, что на багажник испытаний иногда попадали люди, которые ширму не проходили. Их ответ мог быть заснят уже после, то есть их не было физически именно в тот день, когда снималась ширма вот там, в этом театре или где там. В этот раз были такие? Я не знаю наверняка, опять же, потому что все это отдельно проходит, но есть участники, которых я лично не видела на ширме, и даже в эфире не было их ответа, то есть не вставляли вообще ни кусочка из их слов. Ну, например, Николь Матвеева, Кузнецова участница, Николь Кузнецова, да, вот, я ее видела на ширме, причем очень часто у меня взгляд на нее бросался, она ходила такая светлая, ее я видела там, Сергея, например, я не видела, и кого бы видела, в смысле Сергея, который в ВЕПС, Романенко, вот с такими волочками. Ага, ВЕПС, да, понял. Вот, его я не видела. Ну или участники, которые прошли все три испытания отборочных, снимались в первых испытаниях, даже, ну, основных уже, там, в четырех, наверное, а потом, в итоге, им отказали в участии, вообще, в последний момент, ну, одна девушка ушла сама, двоих просто бортанули, вот, то есть, они были на ширме, они действительно проходили, они даже есть на вот этих отборочных фотографиях, ну, которые в альбоме были, битвы с ширмой, вот, но в последний момент их выбросили, то есть, первоначально, вот, до того, как снимали первый вылет, мы даже не знали наверняка, кто будет в полном составе, потому что вместо 12 человек испытаний проходили 15, по-моему, получается. То есть, получается, в общем, всего вышесказанного, какой можно сделать вывод, что отбор не идется по каким-то действительно объективным, честным критериям, правильно? Я не думаю, что, я даже думаю, что мы с мамой попали чисто из-за образа, что нас двое, и, в общем-то, на способности, наличие их, отсутствие, вообще всем наплевать там, потому что способности можно сыграть, способности можно вырезать, если они есть, если их нет, то просто рассказать там ответики как-то. А вот когда вот это интервью во время ширмы, во время него вас что спрашивали? Спрашивали про то, что мы увидели за ширмой конкретно, задавали наводящие какие-то вопросы, но это было точно так же, как, допустим, у нас на Мистер Икс было, просто выложили полное прохождение, поэтому я об этом говорю, что мы рассказываем, что были какие-то дороги недавно, что, возможно, путешествия, иностранная речь, а в итоге нам с девушкой, которая берет интервью, она спрашивает, а что, Мистер Икс водитель? То есть, ну вот какие-то такие вещи странные, которые иногда даже сбивают, когда ты реально пытаешься что-то увидеть, если сидишь без сила, вот, и такие вещи наши не сбивающие задавали, вот, плюс, насколько мне известно, иногда задают вопросы вроде того, что лежит у меня в кармане, или что находится под тарелкой, например, ну вот что-то, что-то не видишь, ты должен объяснить, что там. У нас подсказок никаких не было, наоборот, ну, постоянно задавали какие-то вопросы, типа того, что мама говорит, я вижу там два объекта, каких-то две вещи, там, или, ну вот, там был факир, или как он называется, змея его, вот, и все спрашивали, два, а что два, может быть, там цифра два, а может быть, там еще что-то два, может быть, там сиамские близнецы, ну, вот такие вопросы, когда ты настроился, ты уже знаешь, что ты будешь говорить, и тебя постоянно сбивают какими-то такими вопросами, типа наводящими. Я имею в виду просто, что вот такие вопросы чисто сбивающие, никаких наводок, ничего такого я лично не видела, не слышала. Ну, то есть, да, ты можешь только судить о том, как ты проходила, как другие подсказывали другим там участникам, или не знаешь. Я не знаю конкретно на ширме подсказывали другим или нет, потому что все проходили отдельно, и даже, мне кажется, очень удобно. А ты знаешь, что где-то еще могли подсказывать, да? Да, но я не знаю, насколько это корректно будет закладывать вот так, других участников, ну, то есть, вообще закладывать поэтому. Ну, ладно, к этому мы еще вернемся к вопросу. Вот давай про испытания Мистер Икс поговорим. Оно следующее после багажника идет. Это тоже все еще первая серия. Я видел, кстати, вот эту так называемую полную версию, да, которую вы... Кстати, вот кто ее выложил, эту полную версию вашего прохождения этого испытания? Организаторы сами выложили, потому что у нас буквально сразу, причем еще даже, наверное, с маминого прошлого участия в шоу появились такие антифанаты, преданные. Вот, и они просили у организаторов просто выложить полную версию хотя бы какого-то испытания. Вот, организаторы тогда у нас просили, что мы хотим, чтобы выложили, и мы сказали, что хотим Мистер Икс. Вот, в итоге они выложили испытания, но я не думаю, что они думали, что мы будем еще куда-то выкладывать это испытание, что его вообще кто-то увидит, кроме нас. Поэтому выложили его. А сейчас так отказываются выкладывать то, что мы просим. Но, по-моему, они там сейчас что-то начали опять выкладывать ваши испытания с багажником. Они выложили багажник, я считаю, лично, что они себя просто заложили, потому что, судя по тому, что было в эфире, тому, что показывают, ну, вообще очевидно, какой происходит монтаж. То есть там человек в другой машине показывает эту машину, то есть то, что я говорю про монтаж, оно правда. И я не считаю, что этот ход их верный на самом деле. Ну да, на самом деле реально можно сравнить вот как без монтажа и с монтажом. Это совершенно могут быть разные вещи по смыслу. То есть можно настолько исказить смысл, что можно все что угодно практически сделать. Во-первых, музыка играет очень большую роль, закадровая. Можно даже оставить такой кусочек, какой он был, но соответствующей музыкой, либо будет казаться мистической. То есть там, да, один человек идет, и все думают, что он крутой, он такой мистичный. А можно с веселой музыкой это сделать, и все представят себе корову. Вот. Плюс они очень любят представлять местами действия и фразы. То есть я здесь говорю про маму, тут говорю про кашу. В итоге кашу с мамой меняют местами, получается полная ерунда. Вот. И так делают очень часто. Так, допустим, был на Мистер Икс. Мы с мамой спокойно разговаривали. В итоге несколько маминых фраз, которые были вообще в другой части нашего ответа, вставили в середину. Сделали громкость, чуть-чуть другую музыку вставили. И получилось, что мы как будто бы ссоримся. Хотя на самом деле мы разговаривали абсолютно спокойно. Да. А вот все-таки, да, к Мистеру Икс мы вернемся. Там участвовала актриса, кажется. Да, с Кулкиной, Екатерина, я не помню отчества. Она играет в Comedy Woman, в КВН была. Да, да, Comedy Woman, точно. Так вот, мне такое сложилось впечатление, когда я просматривал версию без монтажа, что она как будто была настроена так, чтобы подыгрывать. Вам не подыгрывать, а кому-то подыгрывать. Там какая-то фраза такая прозвучала, или мне показалось? Да, 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 меня тоже это очень смутило, на самом деле. Я, когда проходила испытания, я об этом вообще не задумывалась. И я не слышала то, что она говорила потом уже, когда мы ушли. Да. Когда посмотрела полную версию, у меня на самом деле отпала челюсть, потому что действительно получилось, что она нам говорит одно. В итоге, я, кстати, обратила внимание на то, что вот эта девушка, которая берет интервью, она задает какой-то вопрос, типа, ну вот как вы считаете, справились ли Ворен вы с испытанием? Екатерина начинает говорить. Да, вот здесь справились. Ах, да, еще вот здесь. А, ну еще вот это сказали. И девушка, которая берет интервью, она говорит. Нет, ну вы что? А вот тут? А вот тут пытается найти какие-то слабые места, чтобы Екатерина сказала, что мы не прошли, потому что, видимо, им это было изначально нужно. Вот. И вот эта фраза, я что, сейчас покажусь такой, что я буду такой злой, что-то вроде того она спросила. И потом начала вот эту ерунду говорить всякую. Я считаю, да, она была как-то настроена. То есть получается, что, ну вот, когда приглашают для съемки каких-то людей со стороны, там, это или актер, или кто угодно. Ну, они со стороны, они все, насколько я знаю, заключают контракты определенные. И, возможно, они просто, ну, говорят то, что им хотят говорить, или там, а давайте снимем вот этот момент, только немножко по-другому. Может быть и такое, да? Да, и я даже слышала, честно говоря, от другого участника, что иногда гости программы, вот эти вот жюри, которые, они записывают сразу несколько вариантов своего ответа, своего мнения насчет участника, а потом выбираете самый лучший. А вот вообще, возможность слива информации во время других испытаний, насколько ты считаешь, что она возможна? Или возможно, что ты действительно сталкивалась с такими случаями? Или вам пытались что-то слить? Я сталкивалась, сталкивались другие участники. Нам, я сейчас думаю, что даже, может быть, к сожалению, никогда ничего не сливали, потому что, если бы сливали, это бы значило, что нас будут показывать хорошо, иначе незачем рассказывать, что проходило. Но нам ни разу не подсказывали, и, в общем-то, это бессмысленно, потому что им вот так вот хватало того, что мы говорили и так. Не зря они все это вырезали, может быть, им даже было этого много. Все мучились, долго вырезали, старались. Вот, но да, я уверена на все проценты, сто процентов, что слив есть. И даже если у тебя конкретно нет доказательств, это видно по тому, как участник себя ведет до съемок, во время съемок. То есть, когда он в обычной жизни не может связать два слова, когда он не знает, лечится рак, не лечится, что такое рак вообще, когда он два часа общается с другим участником и в итоге не может определить даже примерную сферу деятельности, то есть говорит там военное дело, актерское, медицина или там преподавание, еще что-то, то есть вообще никак не разбирается, а в итоге на испытание он начинает говорить какими-то легендами, слагает прям целую поэму. Но это очень как раз видна разница и понятно, что человек себя так не ведет и это просто подготовленность какая-то. То есть, ты говоришь, что это можно понять по каким-то косвенным уликам. Нет, эти прямые доказательства, я просто думаю, что если я начну о них рассказывать, мне придется упоминать имена участников, я не знаю, хорошо это или нет, потому что начинать войну еще и с участниками я бы не очень хотела, мне хватает войны на самом деле с организаторами. Ну и война это громко, конечно, но такой конфликт вот. Ну ладно, хорошо, тогда вернемся к вопросу контракта. Когда, значит, ты попадаешь на эту передачу, ты подписываешь некий контракт, так, с организаторами, да. Вот что в нем указано? Это военная тайна или нет? Ну, по условию контракта, опять же, разглашать условия контракта запрещено. Вот, но контракт, мне кажется, можно было просто заменить несколькими словами, теперь ты раб ТНТ, и все, и подпись, потому что на самом деле получается, что нельзя разглашать то, что происходит на съемках, нельзя разглашать условия контракта, нельзя рассказывать, что там про других участников, нельзя говорить гадо с другими участниками, но это еще ладно, да. Они могут как угодно использовать отснятые видеоматериалы, они могут снимать на скрытую камеру даже, они могут по-любому монтажировать, в любой момент выставлять, в течение трех лет они могут позвать вас в любую вообще программу свою, и по идее мы не имеем права отказаться. Вот, и все в таком духе, там вот такой, допустим, список требований, и вот столько они обязаны, причем из этих обязанностей исполнять, в общем, только одна, потому что она идет априори, что они снимают, допустим. Ну, по сути, ты сейчас раскрываешь условия контракта, или нет? Я понимаю, но я уже, сколько можно, уже все, по-моему, нарушила в этом контракте. Да? А, то есть можно. Ясно. Что делать? Они нырвают, по идее, закон, они оскорбляют нас публично, и я думаю, что я имею право ответить той же монетой, так сказать. Ну, я так понимаю, на текущий момент вы с мамой уже знаете, что вы покинули проект. То есть, ну, мы сейчас снимаем, эта серия еще не вышла, но мы как бы ясновидящие, мы заглядываем в будущее, и мы это знаем. Тогда, ну, вообще, какие есть у тебя претензии к организаторам, ну, помимо того, что они там что-то где-то вырезают, или как-то еще, может быть, какие-то еще с их стороны, так сказать, некорректные, некорректное поведение было, косяки. Ну, они вообще постоянно прикрываются своей этичностью и моральностью тем, что, ну, вот как раз они следуют этим моральным нормам, то есть, допустим, одно из испытаний, которые мы прошли вообще лучше всего, практически идеально, они его как раз тоже изменили, они его отказываются выкладывать, потому что руководствуются правилами морали, не хотят оскорблять якобы родственникам погибшего мальчика, о котором шла речь на испытании, вот, но при этом они спокойно оскорбляют участников, спокойно они, когда участник проходит испытание, вот так вот за спиной показывают палец вниз большой, чтобы к нему плохо были настроенные люди, то есть, ну, это же все равно оскорбление, и там... Секунду, а в смысле это к кому они показывают? В чем это выражается? Ну, гостям, если испытание бывает с большим количеством гостей, то запросто вообще. То есть, они приглашают, ну, людей в качестве гостей, там, участвовать? Ну, наблюдателей. Наблюдателей. Наблюдателей жюри вот эти как раз. Это кто? Ну, допустим, есть испытание деревни выложили, например, и там много-много людей вокруг стоит, то есть, вот так вот сделать это абсолютно нормально. То есть, и уже можно задать тон толпе, и они уже как бы сами все сделают, по сути, они... Вот, это оскорбление, я считаю, или когда открыто выражается такой негатив вообще, причем перед камерами, перед этими же наблюдателями, что вот как раз мы маму в больницу возили после одного такого случая. Это просто ужасно, я считаю. И то, что они выложили вместе с испытанием «Мистер Икс», потом отдельно вот этот маленький там 30 секунд кусочек, когда сами организаторы смеются там над нами, и Скулкина смеется над нами, причем над тем, что она нам же хвалила. Я считаю, что это тоже неэтишин, то есть, ну, они вообще нормы морали, которыми они пытаются руководствоваться, они сами нарушают. Ну, хорошо. В общем, признаваться-то не хочешь, кому конкретно сливают инфу, но я так понимаю, что, в принципе, это не обязательно говорить, потому что это и так понятно. В эфире просто видно. Нет, мне кажется. Ну, то есть, я не знаю, может быть, я просто не верю телевизору, поэтому я это вижу. А есть люди, которые искренне верят, все принимают за чистую монету, поэтому им кажется, что все просто святые, и, на самом деле, на битве экстрасенсов 16 сезонов подряд находятся как минимум по 3 человека в сезон, которые ведут себя буквально как боги, чуть ли только по воде не ходят. Ну, да, да, кстати. Хотя за 16 сезонов что-то ни одного не было, не знаю, там, с телекинезом, какого-нибудь или мага, который там гуляется огнем. Ну, почему бы была Джулия Ванг, которая якобы украла дерево, или вот еще недавно оказалась. Я, на самом деле, битву просто раньше не смотрела, и я уже по отзывам таким зрителей сужу. И девушка одна рассказывала, например, как во время испытания было заснят памятник, и на памятнике было одно имя написано, а в реале оказалось, что на памятнике другое имя. То есть экстрасенсы увидели имя, которого не было, и всем показали, что они боги. Подожди, это где было? В каком сезоне? Я могу найти, потом скинуть, я сейчас точно не помню, потому что мне опять же девушка это писала, я сама не смотрела. Ой, слушай, поищи, пожалуйста, потому что мне интересно, я собираю такие вот ляпы. Вот ляпов очень много, допустим, даже в последней вышедшей серии, насколько я знаю, я даже ее не смотрела. Опять же, это зритель. Я тоже не смотрел. То есть, что Пахом проходит испытание поздней ночью, а потом иголки из дома идет выбрасывать днем. То есть, ну, получается, что он испытание проходило типа 20 минут, допустим, при этом ночь, день, оно все меняется вот так вот постоянно. Причем как-то не в том порядке, да? Да. Или там на физруке, допустим, испытание было с физруком, они так косо вырезали то, что я говорю, что получилось, что я делаю так постоянно. Яна, это очень смешно смотрится. Вот, таких ляпов на самом деле много. Или, допустим, оставляют мамину слово про большое количество детей там в последнем испытании, затем другая участница говорит то же самое, и ей гости делают, о, боже, этого не знал никто и так далее. А моя мама говорила то же самое 2 минуты назад. Ей хмыкнула над ней гость, я сказала, что это ерунда. То есть, вот таких вещей очень много. Ну, вот вообще бытует мнение, что «Битва экстрасенсов» — это вообще постановка от и до. Я думаю, что определенный сценарий есть все равно. Ну, то есть, есть режиссер, да, есть продюсер этого шоу. По-любому они какой-то себе намечают план, какой-то определенный сценарий. Они либо заранее знают, либо у них там два каких-то варианта развития событий есть, допустим, либо они уже в процессе все меняют. Но я думаю, что сценарий определенно есть. Они позиционируют себя как реалити-шоу, но даже по определению реалити-шоу можно сказать, что это якобы реальное шоу с якобы реальными прохождениями. То есть, да, участник старается, там, сам пытается вывести себя на эмоции, сам придумывает, как себя вести, там, как махать руками еще что-то. Но при этом, как им нужно, они все вырежут, все проставят и уберут человека тогда, когда они это запланировали сделать, независимо от того, как ты прошел испытание, или протянут до финала, несмотря на то, что ты там все заваливаешь, допустим. То есть, все равно есть определенный сценарий, иначе бы не вырезали кого-то, кого-то там не... Ну, монтаж делают, конечно, всем, но всем по-разному. Они же чем-то руководствуются, когда это делают, значит, сценарий есть. И вот то, что касается с Похом, ну, даже, вот, если предположить, что все это действительно было запланировано, что, скорее всего, так, я имею в виду его уход, то вы тут вообще совершенно ни при чем с мамой, просто по той причине, что на вашем месте мог бы оказаться кто угодно, и он бы точно так же бы их спас. Разве что кто угодно не мог оказаться, потому что это было бы просто странно. Допустим, уходит Яша, Похом начинает Яшу обнимать, все пишут в интернете, ах, он спас гея, а сам он не гей, или часом, и все в таком духе. А тут две миленьких женщины, я, причем, очень часто, ну, вот, действительно, меня очень легко вести на эмоции, поэтому иногда бывало, что я плакала, и, видимо, ожидали, что я разревусь, потому что в серии как раз показали, что я якобы реву. Вот. И я думаю, что ожидалось, что мы разревемся обе с мамой, Бахом скажет, ну, вот раз вы отчаялись, я отдаю вам свое место. В итоге мы не расплакались, и Бахом сказал, ну, что ж вы так быстро опускаете руки, что-то вроде того. Вы должны попробовать еще раз что-то в этом духе. И сейчас выложили полное прохождение багажника, и сами же организаторы там пишут, они, конечно, со Стёбом, что Бахом не виноват ни в чем. И плюс, и мы ни в чем не виноваты, что он как бы захотел уйти, и он не заступал нам место, его нельзя винить, и нас нельзя винить, потому что мы ни при чем. Вот. И видео выставляли отдельное, которое не вошло в серию, где Бахом говорит, что это его решение, что он вообще никак ни с чем не связан, ни с битвой, ни с чем-то другим. Вот. И просто они не вставили это в серию, я думаю, что они сделали это намеренно, чтобы к нам еще больше людей относились с негативом. Ну, это, в общем-то, помешает рейтинги, как бы ни было. Плюс мы уже тогда были в конфликтных отношениях с организаторами. Я думаю, что это тоже играет не последнюю роль. Ну, а ваш вот с ними конфликт, вообще с чего вот начался именно вот так вот остро? Это и уже шло во время съемок, я так понимаю. Да, это началось давно достаточно, как раз, по-моему, после ухода Пахома. У нас в тот момент, когда мы снимали уход Пахома, у нас, по-моему, в эфир вышла то ли одна серия, то ли две, но это было давно, чуть не месяц назад, может, даже больше. Снимается три вылета подряд. И мы к тому моменту были уже очень расстроены от того, что мы видели в серии, мы были в шоке. И когда, честно говоря, Пахом ушел, мы надеялись, что дальше нас начнут показывать как бы лучше. То есть Пахом ушел, типа передал нам добро, и вот мы такие замечательные стали, и покажут хотя бы то, как мы реально прошли испытания, и они будут все вырезать. Но в итоге все усугубилось, и у нас вообще просто взрыв был, атомные бомбы. И, допустим, иногда выкладывают фотографии других участников в тех же битвах, в нашем выкладывали никогда. Один раз выложили видео и фотографии, на которые мы попали вместе с другими участниками. И под этими фотографиями всегда безумное количество оскорблений. И в итоге получается так, что оскорбления про одного участника удаляются моментально, а оскорбления про нас, написанные от фейков, написанные с матом, висят по две недели. Хотя это просто правилам группы противоречит, но они вот почему-то остаются. Меня лично это вымораживало. Вот. Вымораживал монтаж безумно, и мы в итоге после этого как раз стали уже вести себя более активно. Организаторы, естественно, тоже, поэтому там до мамы был наезд такой серьезный в эфире. В общем-то, они отвечают на взаимностью, так сказать, даже вот это то, что они выложили испытания. Вот этот синдром Людмилы Давиденко, кстати, написан, был тоже к теме неэтичности. Потому что они не имеют права, они не нас оскорбили, по сути, но и Людмилу Давиденко в том числе. Ну, я не считаю, что это правильно, больной человек или нет, так говорить нельзя. Я, к сожалению, не знаю, кто такая Людмила Давиденко, может, и к счастью, это, наверное, какая-то из предыдущих участниц. Да-да-да. Но, то есть вы, получается, еще не знаете, каким образом, то есть в будущем, точнее уже в прошлом, но в будущем, ой, все смешалось, вас как бы попросят уйти. Нет. То есть вы знаете, как это было на съемках, но как это покажут, вы еще не знаете. Мы не знаем, мы даже не знаем, какие будут именно серии, потому что снимается, допустим, сразу 6 испытаний подряд для трех серий, а потом сразу снимается три вылета. То есть мы снимаемся, нас могут убрать в первой серии этих вылетов, но, допустим, снимается вторая, третья, четвертая серия сразу. Мы снимаемся все 6 испытаний, потом сразу второй, третья, четвертая серия, вылеты. Мы сняли 6 испытаний для трех серий, но мы не знаем, может быть, нас уберут во второй серии, может быть, в третьей, может быть, И мы не знаем, как поставить испытание. В итоге получается, что, допустим, испытание, которое мы проходили с самым первым, транссексуалов, и второе испытание мы проходили в деревне, по-моему, но оно проходило в самом начале, и какое-то еще испытание было. В общем, были испытания, которые мы проходили в самом начале... А, испытания с квартирой нехорошей, типа обворованные, которые... Вот, мы их снимали первыми двумя. Их снимали еще Алла, Ангелина, Гоша. Плюс были вот эти три участника, которые вообще не попали в битву, а их поставили практически на самый конец, вот сейчас того, что вышло. То есть мы вообще не знаем, когда какие испытания поставят. Кто-то может и знать, но мы не знаем. Для нас это навсегда загадка. Нам не показывают серии заранее, мы можем только догадываться. То есть могли люди пройти испытания, а их раз и выгнали раньше, получается. То есть там поставили так. И их вырезают из всех последующих испытаний. Да, без проблем, просто как будто их уже не было. Мне кажется, это очень обидно на самом деле. И... Ну, тоже, опять же, это говорит о том, какой монтаж здоровский. Это вообще говорит о том, что, по сути, зрители вводят в заблуждение относительно того вообще, что происходит. Ведь они утверждают, что у них реалити-шоу, что у них настоящие проверки. Элементарно даже сейчас, опять же, выложили видео с Пахомом закадровым. И после выхода серии по московскому времени, то есть там на часов 9, по-моему, выложили, написали только что Пахом отказался от участия. Это было снято полтора месяца назад, блин. Какой толк, только что. Но вот люди искренне верят в то, что это снимается прямо сейчас, чуть ли не в прямом эфире. И даже мои знакомые, я в этом рассказываю, допустим, мы сегодня были на испытании. Они такие, да, здорово, вы были на испытании. Вот сегодня мы были на испытании. Ну, здорово, вы были на испытании. Потом выходит серия, они спрашивают, ну что, ну что, как там было? Сегодня снимали, ты очень устала. Как тебе весь день, наверное, сегодня дома не было. Да, ты тогда уже, да я уже полтора месяца дома. Вот, уже просто какая-то дикое доверие какой-то телевизору, считай, неоправданное совершенно. Слушай, а ты говорила, что у тебя какая-то есть переписка с организаторами какая-то, вот прям. Да, их две даже. Так раньше никто не делал. Вот, но под фотографиями просто на страничке битвы экстрасенсов мы позорились с битвой. Это всё в открытом доступе есть. Это вконтакте? Да, да, да. Одна из переписок у меня на стене есть. Там мы обсуждали как раз вот это испытание с Чинцовым. Причём настолько они говорят об этичности, настолько... Это мальчик, который погиб? Да, да, да. Что они в этой переписке путают имя мальчика, про которого шла речь в испытании. Очень долгий был там диалог насчёт этого испытания. Они говорили там про этичности, ещё что-то. Тогда вот я как раз первый раз сказала про монтаж. Все это увидели, опять же, переписку. Потом я скрины выложила на стену. И был ещё второй диалог. Я даже точно не помню, о чём он. Но он есть тоже в группе. Можно там посмотреть. Не в группе, а на странице официальной. Допустим, испытания с вот этим... С мальчиком показали самое начало испытания, когда мы рассказывали про то, что говорит книга, опять же. Потом мы открыли конверт и стали рассказывать конкретно про мальчика. В итоге мы единственную реальную версию полиции раскрыли. Мы рассказали, кто причастен к смерти мальчика. В итоге оказалось, что у человека, который причастен к смерти, нашли детские трусики чужие вообще. И они сейчас на... Серьёзно. Они сейчас на ДНК-тесте. И выясняется, что эти трусики, скорее всего, принадлежали девочке, про которую мы говорили вначале. То есть, ну, это вообще тоже не бред, не связанный. Вот. Рассказали про дом человека, который причастен к убийце, про то, чем он занимается, чем он живёт. Ну, то есть, очень много сказали. И отец был, на самом деле, в шоке. Вот. И... Та же сотника говорила, ой, девочки, это так круто. А в итоге показывает самое начало, причём показывает так, чтобы выглядело, как будто мы шизоиды. Вот. Или там уже, допустим, было испытание недавно. Ага, испытание, и там много-много фотографий было. И я вспомнила своего погибшего одноклассника и расплакалась. В итоге это вырезали и вставили так, как будто я расплакалась после того, как сказали, что мы плохо прошли испытание. То есть, ну, вот такой плаш очень серьёзный. Когда вырезают, просто оставляют какие-то другие вещи, и как будто действие по-другому происходит совсем. Вот. Хорошо. Ну, я имею в виду, такое вот прям вот... То есть, такого, ну, что прям вот вообще выдают их с головой, нету. Но я имею в виду больше, помимо этого. Есть. Но, блин. Я не знаю, насколько это корректно просто, на самом деле, выкладывать, потому что это дискредитирует других участников, в первую очередь, не только битвы с транссенсов. И всё равно... Ну, то есть, я не по холм, и я не хочу подставлять кого-то другого ради того, чтобы там завоевать любовь, или там получить больше классов, да. Ну, ладно. Вот ты говорила, что твоя мама вообще раньше участвовала в передаче «Чёрно-белое», да? Это, кажется, по первому каналу, это что-то типа аналога битвы экстрасенсов. Честно говоря, ни разу не смотрела. Я тоже посмотрела первые две серии, потом думаю, я вам тебя каждый день вижу, что мне... То есть, твоя мама вообще активно участвует в таких вот передачах, судя по всему? Ну, она не очень активно в них участвует, то есть, допустим, есть люди, которые реально каждый раз, каждый год ходят на кастинги «Чёрно-белого», «Битвы экстрасенсов российской», «Битвы экстрасенсов украинской», ещё что-то. Моей маме в этом плане везёт, я думаю, что как раз всё-таки со способностями связаны, потому что она пришла на первый кастинг «Чёрно-белого», её сразу взяли. Она пришла на кастинг «Битвы экстрасенсов украинской», её сразу взяли. Потом там пришлось самим уйти, язык как раз изменяет за брата. Вот. И вот она пришла опять же на кастинг «Битвы экстрасенсов», её сразу взяли. То есть она неяро прям входит на все эти шоу, вот, и это все, где она участвовала вот так вот. Ну, разве что она была там приглашенным гостем в некоторых программах, но ее приглашали как раз уже после участия в «Черно-белом». Ясно, ну, тогда у меня такой финальный завершающий вопрос, или даже два. Росса, скажи, пожалуйста, ты веришь, что у тебя есть какие-то экстрасенсорные способности? Это сложный вопрос на самом деле, потому что я считаю, что у меня очень хорошо развита интуиция, это действительно так. Я в это не верила совершенно, и я, в принципе, не очень верю в эту магию всю, вот. И когда, допустим, мама, она иногда помогает людям, допустим, она делает ритуалы, у нее что-то получается, и я думаю, блин, ну как так? Это вообще, по-моему, нереально. И когда я шла на битву, я как раз не хотела идти, потому что я не считала, что у меня есть какие-то способности. Но при этом, когда я проходила испытания, я была в шоке от того, что есть реальные вещи, которые я говорю, которые я вижу правильно. Но я считаю, что это интуиция. Плюс сейчас какие-то ритуалы, там, допустим, своим подружкам, или в колледже, если кому-то надо делать, и они тоже срабатывают. Я не знаю, чисто это психология какая-то, и человек сам себя настраивает, или это действительно какая-то магия, чудеса. То есть ты не уверена? Ну, единственное, что я надеюсь, что я не буду связывать с этим свою жизнь, потому что это отвратительно. Ну, я, честно говоря, надеюсь, что, да, лучше не стоит вообще, мне кажется, в это связываться. Я отвечаю. Просто нужно понимать, что это такая область, где очень много обмана, и в любом случае ты рано или поздно доходишь до той точки, когда сам начинаешь обманывать уже конкретно. Когда ты начинаешь обманываться сам, вот что там. И сам обманываться, да, в том числе. Я очень много людей встречал, в том числе и в моей семье такой человек был, который считал, что действительно вот чем-то обладает. К нему приходили... Ой, это каждый первый, расскажи мне, есть ли у меня способность. К нему приходили люди, ну, понимаешь, тут есть и другая сторона этого вопроса, потому что люди приходят, получается, немного обманываешь их, даже если сам обманываешься искренне, то это может навредить. Реументарно, навредить, ну, как-то косвенно или даже прямо. Ну ладно, я уж тогда не знаю, спрашивает ли вот этот вопрос или нет, просто я не знаю, в курсе ты или нет, я являюсь членом оргкомитета премии имени Гарри Гудини. Я посмотрела сегодня на твоей страничке фотографии, показала маме, и она говорит, я так хочу поучаствовать, я ее отговариваю, говорю, ну, блин, это же сложно, мало ли что, ну, зачем тебе? Она говорит, я очень хочу и безумно хочу, она говорит, давай подойди в заявку, прям такая сидит. Ну, в принципе, я не вижу никаких препятствий для того, чтобы действительно вы подали заявку вдвоем или поодиночке, я не знаю, как это будет выглядеть. Но просто нужно понимать, что как бы, да, сложно и не сложно, я не знаю. Просто, насколько я почитала, вот там задания бывают разнотипные совершенно. И есть люди, которые считают, что они, допустим, видят умерших, есть люди, которые хорошо работают по фотографии, есть люди, которые там видят, опять же, что находится под тарелкой или в кармане. И когда человек, который хорошо специализируется на одном, просит сделать что-то другое, он действительно может облажаться, и все подумают, что он дурак, хотя он просто специалист в другой области. Да, поэтому мы не битвы экстрасенсов, потому что на битвы экстрасенсов дают задания те, которые придумывают сами организаторы, независимо от, так скажем, заявленных способностей. Но корректный подход, это когда есть заявленная способность, и под нее уже придумываются испытания. И именно так мы и поступаем. Как это происходит? Значит, вы подаете заявку, ну, там лучше желательно максимально подробно описать, в чем заключается способность, да, желательно, как ее проверить. Ну, или это выясняется в ходе диалога, выясняется, как это можно проверить, и готовится регламент эксперимента, и проводится эксперимент. Вот, поэтому там нет такого, что там, то есть мы им, абы какое задание, нет. Что дворника не просит прооперировать человека там на сердце, да, такого нет? Кто просит? Нет такого, чтобы типа дворника просили прооперировать там человека. Ну да, если метафорически выражаться, то да, именно так. То есть есть, например, там человек, который там ищет там, не знаю, там людей по фотографии, есть человек, который хорошо видит деньги, как у нас была вот одна, кстати, финалистка битвы экстрасенсов, Баха Джиматова, она не справилась с заданием. Вот, я как раз про нее читала, потому что я так слышала про эту премию, но ничего не знала. Я читала там, вкладывая, как она проходила испытания, вот, и я читала эти обзоры такими. Да, есть видео, у меня тоже, кстати, на эту тему есть видео. Ну вот, так что, если вы чувствуете силы в себе, то вы можете подать заявку, поучаствовать. Я могу гарантировать, по крайней мере, что с нашей стороны все будет максимально корректно, в плане не будет никакого монтажа, это все, мы не создаем шоу рейтинговое. Мы действительно проверяем заявки, которые подают заявители, вот. Но это, естественно, нужно понимать, что все это должно происходить публично, возможно, что могут участвовать журналисты. Ну, а это как раз и правильный подход, я считаю, это как раз битый не хватает. Ну, а вдруг вы, правда, там что-то покажете, а нам все равно никто не поверит тогда, ну или наоборот. Наоборот, поверят моментально, люди вот они такие. Ну, как бы, есть люди такие, а есть люди скептики, как я, например, вот, и не поверят. А вообще реально принять в этом участие как раз с вашей стороны, потому что я лично вообще не хочу больше никак связываться с экстрасенсорикой, и у меня чуть ли не травма детства с этой битвой. Я имею в виду, что как бы с вашей стороны, то есть, ну, вы же вот подготавливаете это, как-то все работаете, там можно ли к вам присоединиться, или это нереально, потому что мне это интересно, например. А, ты имеешь в виду просто поприсутствовать на следующей проверке, например? Да, мне это интересно, если там я могла бы чем-то помочь, я была бы рада, например, потому что это интересно. Ну, насчет помочь я не знаю, но поприсутствовать, я думаю, что, в принципе, можно, почему бы и нет. Вот, потому что это здорово, мне кажется. Да, и почему бы и нет, это как бы и дополнительный интерес бы создало, потому что тебя тоже все видели, все знают, что ты участница 16 сезона. Пришли, его помидорами закидали. Кто? Нет. Там как бы, там вот журналисты, ну, они могут, конечно, свои вопросы задавать журналисткам. Просто, что вот мне интересно это посмотреть, мне не с целью какой-то там пропиариться, а на самом деле интересно. Я думаю, это не проблема. У нас следующее планируется где-то в ноябре, не знаю пока точно когда. Я думаю, да. В Москве же? Да. Ага, я очень хочу, на самом деле, я потому что посмотрела, прям так, ух. Вот, а маме тогда я скажу, если мы найдем, где вообще заявку можно подать? Сайт есть? Да, заявку можно подать через сайт, у нас там есть форма заявки, переписка идет по имейлу, но, в принципе, если, как бы, чтобы ускорить процесс в плане того, как, просто не все люди как-то не вникают в то, как лучше подать заявку, не очень хорошо читают правила, и приходится долгое время потом выуживать из них информацию. В принципе, можно писать мне, мы можем там попереписываться, пообщаться, чтобы определить, что конкретно будем проверять, как это будет происходить, поэтому вот, пожалуйста, пишите мне или пишите заявку на сайте. Ну, в любом случае, это все попадет мне. Вот, просто мама реально захотела поучаствовать, я тогда и скажу, что она вам напишет. Хорошо, мы будем ждать. Спасибо за информацию. Можно, я не знаю, если что-то там хорошо получалось, можно проверить это. Но нужно понимать, что не все способности заявляемые можно вообще подвергнуть проверке. Есть те, которые сложно проверяемые, ну и есть те, которые проверить легко. Вот, поэтому нужно будет понимать все особенности. А если человек говорит, что он работает по фото, и он действительно рассказывает по фото что-то, но он говорит общими фразами, это считается как способности? Или как нужно доказать свою способность, чтобы все поверили? Нет, это не считается, потому что это не дает какую-то очевидность. Общими фразами, я думаю, могут говорить все. Ну, нужно что-то, нужна какая-то конкретика. Нужно еще также иметь в виду, что если что-то рассказывают о человеке, то должен быть какой-то достоверный и прозрачный способ это проверить, что это действительно соответствует. Понимаешь? То есть тут некая сложность. То есть когда, например, на битве экстрасенсов показывают, что вот про человека что-то рассказали, и это правда. Мы не можем это, кстати, наверняка проверить. То есть нужно такую инфу брать, которая, в общем, легко проверяема. То есть если это, например, какая-то болезнь, то она должна быть, должен быть диагноз подтвержденный. Если там человек определяет, например, какие болезни у другого, то есть человек диагноз по ауре определяет или еще как-то, то это должно как-то объективно тоже проверяться. Поэтому тут есть ряд сложностей, их надо иметь в виду. Ну, в общем, пишите, что-нибудь, может, придумаем. Хорошо, это на самом деле очень интересно. Да, я, кстати, хочу заметить, что за историю таких проверок, ну, вот таких именно скептических, не тех, что показывают по телевизору... Никто еще не нашелся. Да, в США до этого года принимались заявки много лет. Фонд Джеймс Рэнди, так называемый, известный. Да-да-да, я знаю. Там миллион долларов предлагался. Но за все это время, вот в этом году они перестали принимать на прямую заявки, но очень много у них было проверок, и очень много... Ну, это еще началось еще с Гудини, у нас, кстати, и носит название именно Гудини, потому что Гудини тоже совершал такие проверки всяких медиумов, там, те, кто с духами общается. Вот. Ну, пока что никто не смог доказать в таком открытом, честном эксперименте, понятном, правильно, скорректно поставленном, что действительно обладает какими-то паранормальными способностями. Но будем ждать. А вдруг? Ладно, Росса, я думаю, нам стоит заканчивать. Очень большое спасибо за этот диалог, за это интервью. Ты очень смелая, и я хочу тебя за это поблагодарить. То, что ты так действительно выступила, не побоялась. Это действительно, это смелость, я считаю. Спасибо. Пожелаю тебе всяческих успехов в дальнейшем, в твоей учебе, в карьере, возможно. В чем возможно? Сейчас даже афина немного было. Я не знаю, какой путь ты изберешь. Если ты изберешь путь журналистики, ты журналистом хочешь быть? Я сейчас учусь в колледже на втором курсе издательско-полиграфической гости. Ну хорошо, что-то близкое. Журналисты как-то явно. Желаю тебе всяческих успехов. Но если ты завтра скажешь, что у тебя открылся третий глаз, и ты можешь лечить, не знаю, спид, тогда нет, не желаю успехов. Потому что это скользкая дорожка. Вот так. Спасибо.